Здравствуйте! Это новости на канале ННТ. В студии Факира Рамазанова. И вот о чем пойдет речь сегодня в выпуске. От Ногайской конницы до Унцукульских мастеров. В республике продолжаются акции по поддержке российской армии. Мы своих не бросаем, поддерживаем наших ребят. Сотни людей собрались на митинг и в одном из парков Махачкало. Борцы всегда отличались своим мужеством, храбростью и стойкостью. Сегодня они это доказывают очередной нас. Инстаграма не будет, зато есть Телеграм и ВКонтакте. Куда уйдут миллионы пользователей в соцсети? Узнаем скоро. Цены под контролем, но от этого не легче. Мониторинг на столичных рынках провела специальная комиссия мэрии Махачкалы. В Махачкале прошла патриотическая акция «За наших». Сотни людей собрались на площадке у Аварского театра, чтобы выразить свою поддержку российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции на территорию Украины. Инициаторами мероприятия выступили вице-президент сети бойцовских клубов Шамиль Абдулгаджиев, а также общественный деятель и меценат Магомед Гаджимагомедов. И то решение, которое было принято президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы должны понять и быть убеждены в том, что это было правильное решение. В пользу безопасности России. Если бы не мы, то получилось бы наоборот, и последствия могли быть намного хуже. Мы в первую очередь сюда собрались поддержать наших солдат, которые воюют в Украине, и поддержать их родителей. Мы понимаем, что они очень сильно переживают. Вместе с ними, вместе с их родителями мы тоже переживаем. Дай Аллах здоровья, дай Аллах, чтобы они живы и здоровы, чтобы вернулись домой своим женам, детям, родителям. Вот самое главное сейчас. И чтобы мы успешно закончили эту спецоперацию тоже. Для участия в акции в Махачкалу приехали и представители районов и городов республики. Многие из них солидарны во мнении, что, несмотря на трудности в эти тяжелые для страны дни, все мы должны быть вместе. Сегодня более 500 ребят с Захадаевского района находятся на Украине. Мы никогда не забудем ребят, которые уже погибли. Вчера был доставлен еще один наш земляк. Вечная им память и слава. В годы Великой Отечественной войны был призыв. Все для фронта, все для победы. Сегодня мы, жители Дагестана, России, должны и морально, и материально оказать помощь. И до Хатайовца не останутся в стороне. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы и плана, поднимаем в России знамя. А в селе Тереклимик ТЭП Ногайского района прошла акция «Мы вместе, мы за Россию». В ней приняли участие представители конно-спортивных клубов, общественных организаций, духовенства и активная молодежь района. Подробнее расскажет Асель Монапова. Участники автопробегов, садники и автомашины. Тереклинцы с флагами проехали по центральной улице имени Ногайского полководца ЭДГ до самого края села. Мероприятие, которое сегодня прошло в Ногайском районе, вижу совершенно правильным. И очень хорошо, что в этом участвует активная молодежь, большая часть молодежи. И есть какая-то преемственность поколения, потому что тут участвует совет старейшин и наша молодежь. То есть сегодняшняя наша молодежь тоже понимает, что эта военная операция крайне необходима, что ее нужно было проводить. Это очень хорошо, когда есть понимание, когда есть поддержка нашему президенту, всем его решениям. Это самое главное на сегодняшний день. Не случайно конечной точкой автопробега стала стелла у въезда в Терекли Мектеп. На ней в переводе с Ногайского языка написано «В родине, языке, религии, единство». Нам наши предки оставили такой принцип единения в сложные, трудные времена. И сегодня мы объединились в том, чтобы сегодня в первую очередь поддержать, во вторую очередь сделать дуа, чтобы Всевышний Аллах облегчил нам эту ситуацию, чтобы ни одна мать больше не потеряла сына, чтобы мы вышли из этой ситуации благополучно. И я благодарен Всевышнему, что нам он позволил сегодня объединиться, объединиться в этой беде. При выезде из райцента участники акции провели митинг, где выступили представители общественных организаций. Каждый из присутствующих отметил, что эта акция показала единство народа в поддержке курса руководства страны. «Мы, жители Ногайского района, как и основное население всей России, поддерживаем политику нашего государства, направленную на то, чтобы принудить Украину к обеспечению мирного развития своей страны». Осель Монопов, Дауд Гасанов, новости ННТ, Ногайский район. По-своему решили поддержать вооруженные силы страны и в региональном министерстве по туризму. Коллектив ведомства совместно с Республиканским Центром народных художественных промыслов записал патриотический промролик. «Мы своих не бросаем, поддерживаем наших ребят». Депутаты фракции «Единая Россия» Народного собрания Дагестана перечислят однодневный заработок в фонд помощи беженцам из Луганской и Донецкой Народных республик. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Республиканского парламента. Народные избранники решили таким образом помочь вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных республик. Более 1 тысячи блогеров-миллионников пострадают после закрытия Инстаграм в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора Ассоциации федеральных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова. По словам эксперта, после закрытия доступа к Инстаграм аудитория устремится в ВК и Телеграм. Сергей Меликов объявил о прекращении работы личного аккаунта в сети Инстаграм. Глава республики заявил, что в условиях, когда компания Мета допускает публикацию в социальных сетях Facebook, и Instagram, призывы к насилию в отношении россиян, мириться с такой политикой не намерен. Это открытый экстремизм, поэтому вынужден прекратить вести аккаунт в Инстаграм, подчеркнул руководитель Дагестана. Теперь делиться важной информацией Меликов будет на странице в соцсети ВКонтакте и в личном телеграм-канале. Махачкалинские власти будут регулярно мониторить цены на продовольственные товары в оптовых и розничных торговых сетях. В мэрии создан специальный оперштаб из сотрудников Управления экономического развития и Управления торговли. В ходе первого рейда на Северном рынке представители комиссии пообщались с продавцами и предпринимателями. По информации мэрии столицы, подобного рода проверочные рейды теперь будут носить постоянный характер. Цель – не допущение резкого увеличения цены на продукты первой необходимости. А вот у фермеров Буйнакского района мяса и молока хватит на всю республику и не только. Такое громкое заявление сделали местные фермеры, которые отмечают, что их производство основано исключительно на честном подходе как к уходу за животными, так и к выработке натуральных и экологически чистых продуктов. Глава Буйнакского района Камиль Изиев накануне посетил предприятие, производящее мясо-молочную продукцию. Чиновник уверен, что принятые в отношении России санкции могут послужить поводом для развития собственных предприятий. «Наши продукции знают люди, она и качественная, она и соответствует стандартам. Но вот в этой ситуации сегодня самое главное, я говорю, нам не надо сделать так, чтобы они сохранили интересы потребителей со мной. Мы понимаем, что сейчас цены растут везде. У вас есть расходы, которые где были высокие дополнительные расходы. Но политика какая-то и главы, и представители правительства и торговые университеты, которые говорят, чтобы продукция была доступна людям, чтобы люди были обеспечены этим продукцией по тем ценам, которые используют они в пенсии». Размер пенсии теперь можно узнать и дистанционно. В отделении Пенсионного фонда по республике сообщают, что получить справку можно через личный кабинет на сайте ПФР или единый портал госуслуг. При отсутствии у гражданина регистрации на портале госуслуг или подтверждение учетной записи, для получения справки он может обратиться в ближайший офис МФС. В пресс-службе ведомства напомнили, что выдача справок о размере пенсии и назначенных в выплатах одна из наиболее востребованных гражданами услуг. Для получения консультаций по этому и другим вопросам можно обратиться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по федеральному номеру, который вы видите на своих экранах. Звонок бесплатный. И о спорте. Завтра дагестанский боец Магомед Анкалаев проведет важнейший бой в своей карьере. Уроженец Шамильского района выступит на турнире UFC Vegas 50 в главном поединке вечера против бразильца Тиаго Сантоса. По словам экспертов, высока вероятность того, что победитель получит шанс подраться за титул. Напомним, у Анкалаева 7 побед к ряду в ведущем мировом промоушене. Бой будет транслировать телеканал Матч ТВ. Это были все новости на сегодня. А у меня на этом все. До встречи.